Но с горбинкой и хвост все равно, что мешок с провиантом. Если верблюда отличает горб, то грубошерстную монгольскую овцу именно хвост. Говорят чабаны этой экспериментальной стоянки. Два года назад их нанял сам хамболама Дамба Аюшеев. Поставил задачу адаптировать к местным условиям Атару, что вывезли из Монголии. Овцы на удивление быстро приспособились и дожидали неплохой приплод. Хорошие места поедете! Камаз с высокими бортами. Вот первая партия монгольских овец кюрдючной породы уходит в закамну. Хамболама Дамба Аюшеев жалует горному району на развитие пока семь десятков голов, а также еравни тоже семь десятков. И еще одна Атара уходит в Курумкан. Мы ведь обещали, что намадное животноводство в Бурятии обретет вторую жизнь, отмечает хамболама. Вот увидите, с возрождением исконных традиций начнется и новый виток развития Бурятии. Еще один символ возрождения намадного животноводства в Бурятии. Бурят – монгольский волкодав. Есть легенда, согласно которой раз в сто лет в Бурятии и Монголии рождались вот такие собаки, способные в одиночку становить целую стаю волков. В свое время этих собак целенаправлены и безуспешно уничтожали. Сейчас же они целенаправлены и очень успешно возрождаются. А значит, с ними и возрождаются легенды. Этому кобелю по кличке Монгол пока всего 7 месяцев. Чабанам его опять же подарил хамболама, чтобы охранял атару от волков. А грубошерстные овцы нас не перестают удивлять, признаются чабаны. Их даже кормить не надо, сами находят корм. И спокойно пасутся даже в лютые морозы. С ними значительно меньше работы. Мы будем стремиться, чтобы в степях Бурятии паслись тысячи грубошерстных овец. И в каждом дворе были такие овцы, говорит хамболама. Потому со временем так называемые социальные атары от буддийской санки России появятся во всех районах республики. И получить уникальных овец сможет любой, кто решил остаться жить на родной земле. Балой Шрибазаров, Аркадий Амбуев. Новости дня.